Все драки лишь элемент игры. Юся никогда не видела своего друга. Она необычная кошка. Когда-то, чтобы спасти животное от гибели, ветеринару пришлось удалить пораженные глаза кошки. Совершенно слепая она попала в приют, а потом в эту семью. И даже имя у Юси символичное. Означает Юся юстиция, то есть богиня правосудия. Сейчас у кошки даже есть не только своя семья, но и аккаунт в токе. Она буквально за два дня получила, где у нее лоток, где у нее мисочка. Как-то узнала, где какой есть там диван, кровать, стул. Она научилась на это все забираться. Единственное, чем она отличается от здоровых кошек, это тем, что она не может забраться на какие-то верхотуры, не ловит солнечных зайчиков. А этот котик с рождения отличается от своих сородичей и любит привлекать внимание. Недавно о нем рассказывали мировые агентства Reuters CNN. Зовут тигра Витас. И вот молока у мамы он издавал звуки. Ну и потом они все-все это происходили, эти звуки протяжней, протяжней и получились такие песни. Вот такое поведение у него всегда игривое при виде. Вот нас он всегда знает, нас всех узнает и старается тоже наше внимание привлечивать, чтобы мы поиграли с ним. Сейчас Витасу и его сестре 10 месяцев, поэтому с ними еще пока можно находиться на таком близком расстоянии. Но пройдет немного времени и каждый из этих котят будет весить по 300-350 килограммов. И меня наверняка в этой клетке они бы уже воспринимали как большой кусок мяса. Четвероногий Витас и его сестра родились в семье барнаульских тигров Багира и Шерхана. В скором времени малышей разберут в зоопарке, но у жителей города еще есть возможность услышать пение Витаса вживую. А Багира и Шерхан к лету уже планируют новое потомство. И кто знает, какой бой-бенд там еще получится. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.